Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал Варлок, и добро пожаловать обратно в прохождение Сталкерсов в Припяти без сохранений. Окей, полковник Ковальский, что ты мне скажешь? Да, если вы пропустили прошлый эпизод, мы добрались до Припяти. Очень рекомендую. Веселенький был эпизод с проходом по этому... Фух, по подземному ходу. Так, можно по-доброго дня задание? Да, оружие. У них с собой, мне нужна информация. Операция Фарватер, необычная во время полета. Слушайте, если честно, мне нужна информация. Дайте мне другое оружие. Это у меня очень плохая пушка. Что собираетесь делать дальше? Окей, понятно. Короче, военные, военные тут застряли. Военные застряли, пока я не исследую ситуацию. Сходил бы ты лучше к командиру. Не трогай меня. Пока я не выясню ситуацию с... Бу! Пока я не выясню ситуацию с падением вертолетов, им не пришлют эвакуацию, к сожалению. Так что... Наша первая очередная задача разобраться с этим вопросом. Вопросами. Командиру, того нет. Ха-ха-ха. Есть тут продавец какой-нибудь? Кто у вас торгует снаряжением? Или вы дайте мне что-нибудь? Короче, в любом случае, дайте мне другое оружие. Дай мне другое оружие. Простите лучшего капитана. Лучшего капитана. А, капитан. Капитан Тарасов. Хоть ты и майор, но командую операцией я. И мои команды должны выполняться точно. Подожди, 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 капитан. Капитан, подожди. Нет, доктор, не слепой. Капитан, здравствуйте. Эти самые вижу чувака. Вам здравствуйте. Соколов. Что произошло с Катом-4? Соколов не знает. Я так чувствую, с пяток килограммов, я уже тут того. Поддерживаю оружие в исправном состоянии. Оружие починить сможешь. Так. Мне нужен бронежилет. Окей, он мне дал. Отлично, он мне дал. Мне нужны патроны. Так, подожди. Он что, выдает халявно патроны? Мне нужны гранаты. Ууу, гранаты к подсвольнику. Окей. А улучшает что-нибудь? А он только ремонтирует. Ммм, он ремонтирует, да? Так, а что он нам дал за броню? Ну-ка, давайте посмотрим. Лучше она, чем наша. Да, она лучше даже без апгрейдов. Так что одеваем ее. И шлем. Шлем сфера М12. А на нас одет тактический шлем. Сфера М12 лучше. Лучше. Так что одеваем ее. Чудно. Ну и что, починим уж эту волыну идиотскую. А, мне нужны патроны 9х39 миллиметров. Мне нужны патроны 9х39, да. У меня же патроны 9х39. Не могу больше выдать. Окей. Он, короче, в ограниченных количествах выдает эти патроны. Поэтому громом С-14 мы пользоваться не будем. Мы... А вот и бесплатно ремонтируешь. Слушай, ты же раз этот... Раз ты военный, наверное, бесплатно. Да, он бесплатно ремонтирует. Окей. Это хорошо. То, что мы можем бесплатный ремонт проводить, меня радует. Еще бы вернуться обратно и, блин... Мне нужны... Ага, патроны он больше не дает. Окей. Гранаты к подствольнику... ВОК-25. Правильно я понимаю? Это же для него гранаты, да. И давай мне еще гранаты. Ага. Все. Он нам дал 3 гранаты для нашего подствольника. Так. Теперь мне бы... Мне бы... Все лишнее выгрузить куда-нибудь. Мне бы... Есть у вас тут ящик, куда я могу все сложить? Или меня на землю кидать? Ребят. Не заставляйте меня это делать. Не заставляйте меня выкидывать все на землю. Прошу вас. Я так чувствую. Пяток килограммов. Я уже тут того, а. А вот что никак не рассказали. А, вот ящик. Так. Это все в ящик идет. Шлем в ящик. Это в ящик. Это тоже пока в ящик идет. Все. Чудно. Теперь у нас есть нормальная броня. И автомат починен. Ну, хотя бы автомат мы починили на халяву. Так что, ладно. Пофиг. Ну, пойдем задание пройдем. Хрен с тобой. А, подожди. Тут еще какой-то чувак сидел. Вот ты. Ты кто? Мне нужна медицинская помощь. Мне нужны препараты. Опа. Он выдает препараты. На халяву тоже. Ну, хотя бы эти военные нас накормили боеприпасами и всем остальным на халяву. Выдвигаемся. Сразу, блин. Только пришли. Ну, хотя бы нам дали все отремонтировать и выдали чуть боеприпаса. Теперь мы на монолитовцев. В атаку. Так, где мое оружие? И у нас есть подствольный гранатомет. Теперь здесь. Так что, держитесь, ублюдки. Так. И вот эта снайперка. Здесь надо патроны бронебойные поставить. Вообще бы я на нее столько бронебойные бы ставил, если бы у меня их было много. Но сколько есть пока что. Сюда бы я тоже бронебойные зарядил. Я тоже хочу на крышу. Что-то у нас большая перестрелка будет. Типа как... Наверное, знаете что? Разумно поставить глушитель. Да? Разумно поставить глушитель. Так, я за тобой, капитан. Почему твои ребята впереди тебя бегут? Ну, у нас сейчас этот, Call of Duty будет, да? Всем занять позиции. Есть, капитан! Капитан Прайс, выбейте, пожалуйста, эту дверь ногой. Я не могу через нее пройти. А где моя позиция-то? Мы засаду на них организуем, да? Ааа, я понял. Они, типа, сюда сейчас придут, а мы их расстреляем. Окей. Тут я буду использовать винтарь. Подождем, пока дойдут до центра двора. Подождем. Не спорю. Ага, вот они идут, я вижу. Есть, Тель. Угу. Вижу, вижу, вижу. Ждем команды на атаку. Пока что их трое. Стреляем. Отличный выстрел, Тач-майор. Они, оказывается, еще и моей команды на атаку ждали. Все? Так быстро? Проверим их. Айс, ты прикрываешь. Айс, прикрывай. Только попробуй не прикрывать. У этого ничего. У этого ничего. И у этого ничего. Серьезно? Что? Отдал жизнь во исполнение воли твоей. Чего? Защитники монолита. В бой. Отомстим за павших братьев наших. Получай святые. Да будет благословенно вечное их единение с монолитом. Смерть. Смерть. Лютая смерть тем, кто отвергает его священную силу. Окей. Это самый худший автомат в мире. Зачем я его взял? Самый худший автомат. Еще я каким-то образом попал в тыл монолитовцам. О, бляха, муха. Так. Мы, короче, сзади к ним зашли. Сейчас я их всех расстреляю. В спину. Обхожу противника. Прикройте. В общем, военные думали, что они перехитрили монолитовцев. На самом деле, это монолитовцы перехитрили военных. Мне вообще не нравится то, куда я попал. Ситуация. Братья. Один из вас погиб. Окей. Капец, это оружие отстойное. Вообще. Вы видите, что я целую обойму выпускаю и... Никакого эффекта. О, боже мой. Так, короче. Дело к ночи. Я убил его. Ты будешь легендирован. Я пойду его. Прошу помощь, если будешь уничтожен. Я убил его. Снайперские выстрелы. Из гранатомета. Сзади. Я ранен. Это бесполезно. Этот автомат абсолютно бесполезен. Они нас убьют, нахрен, если я буду по полчаса их каждого расстреливать. В общем, я буду с винторезом ходить. Совсем другое дело, да? Ах. Кто еще? Я обойду его и уничтожу. Нужно прикрытие. Ты будешь легендирован. Они что, всех военных убили? Я один остался. Как обычно. Бляха-муха. Я обойду его и уничтожу. Нужно прикрытие. Ты будешь легендирован. Вот. Вот это оружие. Сколько у вас там гранат хоть? Ага, вижу. Есть. Вот это оружие. С одного выстрела в голову снимает. А то, блин, вообще жесть. Как я жалею, что я им обзавелся. Гранаты, блин. Ага. Конечно. Не вижу. Я его не вижу. Он там в кустах сидит один. Я не знаю, убил я его, нет? Наверное, нет. Внимание, граната. Внимание, граната, блин. Внимание, граната. Полетел? Полетел. Как миленький. Ага, вижу. Есть? Нет. Еще жив. Я, простите. Я только что слышал выстрел гаусс-пушки. Этот звук. Это был выстрел из гаусс-пушки? Или я что-то не понимаю в жизни? Сколько? Их еще трое здесь. Вы слышите это? Это звучит как гаусс-пушка. Мне очень не нравится. Сука. Куда вы ходите? Так, надо решать вопрос. Если бы у меня была вторая попытка, я бы, конечно, более рисково действовал. Ау! Видимо, я не коснусь монолита. Видимо, я не коснусь монолита. Враг монолита будет уничтожен. Монолит лучшие бойцы во всем мире. Я этот... Это была гаусс-пушка? Видимо, это была гаусс-пушка. Ну, что я скажу? Что я скажу по этому поводу? Они... Этот... Они меня сделали? Ну... Надо было вообще собирать чемоданы и уходить отсюда. Теперь, когда я об этом думаю, надо было уйти из этого здания нафиг. Ну, большую, большую, огромную ответственность я за это ложу на отстойность этого шторма. Ну, я сам выбрал. Я сам выбрал это оружие, но вы видели, что шторм наше основное оружие автоматическое. Он не мог никого убить. Я обойму выстреливал впритык монолитовца, и он оставался живой. Единственное оружие наше было это винторез. Или как там, винтарь. Отолку. Это отолку от этого винтаря. В нем 10 патронов. Ну, то есть, я только как снайперскую винтовку его мог использовать. Ну, и я не знал, что этот ублюдок находится там за спиной у меня хрен знает где, на 10 этаже. Ну, и он с одного выстрела снес 90% здоровья. Я даже не смог убежать. Вот. Вот так вот. Ну, собственно, мы знали, что это должно было случиться. К сожалению, это случилось быстрее, чем мне хотелось. Еще и на идиотском задании. Но тут, по-моему, вчесовое задание вообще 150 тысяч противников. Ну, если бы у меня было нормальное автоматическое оружие, я бы уже давно по-другому бы действовал. Я бы уже бегал и впритык бы всех убивал. Ну, ладно. Было весело. Это было круто. Ну, я имею в виду всю игру. Было очень интересно. Мне понравилось. Мы... Мы много всего хорошего увидели. Погиб Ванол, погиб Зулус. Были хорошие времена. Мы... Помните, как мы пошли... как мы залезали на это дерево, колобок артефакт снимали, и я этот... Я боялся там идти, думал, а, сейчас мы упадем и разобьемся. Нет, осторожно. Как я в первый раз пошел на... на станцию переработки отходов, там, где наемники были. С автоматом Калашникова. Или с... СМП-5. Было очень интересно. Много-много таких вот моментов можно вспомнить. Как мы ходили по цементному заводу, там с кучей аномалий всяких. Как на меня выскочил на ВНЗ-круг кровосос из-за угла. Эх. 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 Жаль. Но... Я думаю, что это того стоило. То есть... Э... 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 Чтобы не пройти до конца игру. То есть нас убили, мы игру не прошли. И не пройдем. Потому что таковы были правила. Но это того стоило. Из-за вот этого настроения, что мы не можем умирать. Игра была намного интереснее, чем если бы я просто бегал и там все подряд делал. А тут я старался играть разумно. Под конец мне эта разумность меня, конечно, видимо, покинула. Потому что... Ну... Ну... это было круто. Все, что было, все с нами останется навсегда. Но игру мы не пройдем. Майор Дегтярев погиб смертью героя. Получил медаль посмертно. Орден Красного Знамени. Все. Я благодарю вас за просмотр этого эпизода и всех предыдущих. Если вам понравилась вся серия в целом, а не то, что нас тут убили, поставьте внизу лайк, оставьте комментарий. Если хотите еще видеть подобные прохождения, которые могут не закончиться по вот этой причине. Хотите смотреть другие игры? Конечно, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас. И мы с вами увидимся в следующий раз. А я пойду и... Я не знаю. Полежу, покурю. У меня стресс. Все. Пока. Я тут оставлю видео записываться еще минут на 15, чтобы эпизод был длиной... Длиной в 30 минут, чтобы не было сразу понятно, что нас убивают на 17-й минуте. В общем, дальше смотреть нет смысла. Тут просто будет вот этот экран до конца. И все. Пока. Не смотрите дальше. Серьезно. в том, что... Дальше. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...